Прежде всего, глобализация — это создание единого экономического, социального, информационного, правового пространства в масштабах всего земного шара. И это всё создаёт основы для сближения разных стран с разным политическим устройством, с разным уровнем развития. Процессы глобализации, несмотря на то, что существуют антиглобалисты, являются объективными. Хотим мы этого или не хотим, Казахстан не может в стороне от этого остаться. Почему? Потому что Казахстан участвует в международном разделении труда, производит нечто, что нужно в этом мире. Потому что существует такое понятие, как транснациональные корпорации, которые размещают звенья своей технологической цепи в разных странах, там, где им это выгоднее, где дешевле рабочая сила, ближе сырьё. И ещё есть такое понятие, как переход к информационному обществу. Информационное общество основано на научно-техническом прогрессе, в транспортном секторе и в секторе телекоммуникации. Люди стали быстрее находить друг друга, будь то в виртуальном пространстве, сократилось время их для взаимодействия предпринимателей, бизнеса разных стран. Ну и сократились расстояния, скорость и время сегодня совершенно другие. Всё это, конечно, способствует тому, что та или иная страна находится уже в процессе глобализации. Казахстан является достаточно интересной, известной ведущей зерновой державой, занимает одно из первых лидирующих мест по производству муки. Ну, надо, конечно, ещё использовать транспортный потенциал Казахстана, его географическое местоположение. Это, в принципе, то, о чём всегда говорят, но это, наверное, первейшие точки роста для того, чтобы позиционировать страну, как центральное азиатское государство, способное довести до достойного уровня своей дороги, свой железнодорожный транспорт и так далее, чтобы создать, наверное, новый шёлковый путь для взаимодействующих стран вот в этих мирохозяйственных связях. Ну, это первое, и потом, конечно, надо переходить на высокие технологии, и процессы глобализации в той или иной мере будут этому способствовать. И, в частности, то, что Казахстан стремится тоже попасть во всемирную торговую организацию, будет происходить частичная либерализация торговли, перетока капиталов, технологий, тоже позволит Казахстану, наверное, осваивать, перенимать эти высокие технологии. Сначала будем осваивать, потом будем модифицировать, подражать, а потом уже перейдём на креативные собственные технологии. Именно по такому пути, собственно, и шёл Китай, который сейчас имеет свои собственные инновации и демонстрирует достаточно хороший экономический рост в мире.